Мир всем, кто нас видит! Доброе время суток! Позвольте сейчас посмотреть в Библию и сказать буквально часть стиха, которая записана в 1-й послании Коринфянам, 16-й глава, 19-й стих. Это слова апостола Павла. «Приветствую вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». На этой неделе я встретил одного пастора, он мне говорит, ты думал когда-нибудь, что мы доживем до этого времени? До какого? Ну, церкви позакрывали. Как церкви позакрывали? Ну, другой говорит, церковь никогда не закроют, пока она не вознесется. Ну, пришло время, что наши собрания или церковные наши собрания почему-то на какое-то время, не знаю, как долго закрылись. Или нам сказали, порекомендовали, лучше не приходить. И когда сейчас смотришь в соцсетях, и там говорят, вот, наконец, я остался дома, я пришел домой, я не знаю, что мне делать. Дети ходят по дому, не знают, что делать. Кто там ходит где-то в каких-то соцсетях? Одна женщина написала, говорит, я давно не была дома своими детьми, я сейчас увидела, сколько они кушают. Как будто мама не знала до сих пор, или оказывается, что это за мама, что не знала, сколько она кушает. И когда начали рассуждать с служителями, что надо делать в это время, и многие говорят, да, братья, надо распускать церковь. Как распускать церковь? Я считаю, мое понимание, что церковь, наоборот, в такие времена надо не распускать, а укреплять, объединять, поддерживать руки те, которые сегодня опускаются. Да, для нас, служителей, надо действительно огромную мудрость. Когда мы смотрим в Писании, мы видим все огромным таким большим примером Иерусалимская церковь. Все смотрим на Иерусалимскую церковь. Да, там апостолы, там Иисус был первым фундатором этой церкви, буквально сразу после них, после Иисуса, Петр I открывает свой рот и громко поднимается из полной Духа Святого, там чудеса, там знамения. Прекрасная, чудесная церковь. Но как долго она просуществовала? До тех пор, пока существовал Иерусалим. И мы смотрим в другую церковь, которая буквально как-то так очень культурно, тихо, аккуратно открылась. Ну, мы, может, до конца и не знаем, кто был там первым пастырем этой церкви. Это Антиохийская церковь. В Иерусалимской церкви было очень много народа. Буквально за какие-то считанные дни покаялось, ну, по крайней мере, видим в среднем 8 тысяч человек. Сколько еще уже было, и буквально там видим, что каждый день Бог прилагал спасаемых церкви. Ну, 10, 15, 20 тысяч. Вау! Сегодня мы смотрим Мега-церкви. Вау! За Мега-церковью вперед! Хорошо. И вот пришел закон. Буквально какой-то там, ну, где-то бацилла какая-то вылезла с пробирки и говорит, все, собираться больше 10 человек нельзя. И хотим мы или не хотим, мы вынуждены перейти в Антиохийскую церковь. Что там делать? Вот эти вот люди, да, мы не видим, что это было в Антиохийской церкви. Просто вот была семья, которая передает привет, и ихняя домашняя церковь. Сейчас вы видите на экране домашнюю церковь. И как раз в это время, когда нельзя на улицу уходить, когда другие какие-то законы на улице, вот как раз время объединиться в домашней церкови. Очень красиво, очень хорошо, когда все-таки священник в семье, ну, в домашней церкви – это папа. Это Богом установленный порядок. Это не то, что вот проголосовали большинство, кто будет пастырем. Ну вот, у нас будет пастырем. А это Бог установил. Когда-то какой-то парень захотел жениться, ну, пришло время, нашел себе любимую или, ну, влюбился, поженились. И естественным образом у них появляются дети. И папа обычно всегда на работе. Он не знает, что ему делать, он не знает, чем ему заниматься. Но его дело – приносить деньги, чтобы там жена красиво одевалась, чтобы дети все красиво выглядели, хорошо были обустроены, в хороших домах, на хороших машинах, красивая одежда, все нормально. Ну вот пришла такая ситуация. И папа, а ты на работу не идешь? А папа, а ты что, целый день будешь с нами? А папа ходит по дому, и он не знает, что ему делать. Почему я пыль там вижу? А ну всем в порядке делать! А ну убирать дом! И тому подобное. Папа не то, что увидел беспорядок и хочет дом убирать. Папа ищет всем работу. Потому что он сам себе не может найти работы. Но я не то, что унижаю папу. Нет, пожалуйста. Я тоже папа и дедушка, и я знаю, о чем я говорю, дорогие. Поймите, ту ответственность, которую дан нам Господь, быть главой семьи, быть священником дома, в своем доме, в своей семье, и жена как помощник своего священника или ассистент-пастыря, и их дети, это их паства, это очень огромнейшая ответственность перед Богом. Я, конечно, не говорю, что мы сейчас должны церкви все распустить, всем сказать все, все наши церкви, там, переходим только вот каждая семья. У кого-то есть дети, у кого-то нет, у кого-то побольше семья, у кого-то поменьше. Но мы понимаем, что приблизительно каких-то 8, 10, 12 человек, если они могут найти между собой общий язык, то они и найдут общий язык в церкви, где 800 человек. А если мы хотим единства, в церкви, где 100 человек хотя бы, но не можем построить единство между двумя людьми, в семье, эта церковь никогда не будет единой, никогда не будет ответствовать этим требованиям, которые Бог заложил для домашней церкви, для семьи, и тем более для общества. И поэтому сегодня с нами есть брат Игорь Скрипниченко. Он тоже женатый, у него есть жена, у него есть дочь. Да, пока у них только вот одна дочь, это молодая семья, но они практикуются. Верим, что будет больше благословения, все будет хорошо. Что говорит Библия, вот скажем, для семьи? Вот что Полтавская библейская семинария заметила, изучила, исследовала? Пожалуйста, поделись с нами. Спасибо большое за приглашение.